всем привет мои хорошие помните орхидеи в губку мы с вами сажали и я про нее совсем забыла представляете вот просто вот так она у меня стояла скромненько это две деточки здесь было которые были сняты с цветоноса с умирающей мамки то есть мамка умирала она цветоносе было две детки которые еще не пустили свои корешочки и я посадила в губку этих двух деток прошу прощения за съемку снимала на складе видео для вас и видать штатив оставила там хотя точно знаю что укладывала туда но укладывала с собой его забрать видите каким образом до сих пор еще мокрая губка больше месяца это точно я не подходила к этой баночки потому что она так стоит у меня далеко промеж всех орхидей что я просто ее не замечала и вот сегодня меня осенило про эту орхидею представляете и вот я достала ее и увидела вот эту картину у одной из детки последний как сказать который с точки роста вышел листочек он вот так усох ну тут винить можно только саму себя конечно ну и там я тоже увидела шикарные результаты чоку что точнее что что меня очень-очень порадовала это просто замечательные результаты на мой взгляд вот такая вот красота ну и оставлять уже в принципе больше здесь нельзя эту орхидею также мне теперь это делать одной рукой чтобы ее не повредить да как же раньше снимали без штативов идти на склад вот честно не хочется у меня даже если честно нету здесь мха в которой я хотела бы ее сейчас пересадить я думаю что вы все помните что у нее не было ни единого корешочка и вот на этой остатки от цветоноса мы ее с вами туда сажали очень хотелось бы посмотреть что вот с этой орхидей к здесь но сделать это одной рукой практически невозможно хотя смотрите и у этой орхидей ки да что ты тоже проклюнулся корешочек и у 2 2 корешочка но один уже видите закупился до фокус наверно будет теряться вот вот такие вот красотки тут у нас получились но давайте что-нибудь придумаем и все-таки их пересадим а пересаживать я буду в свой мох но только у меня вот здесь дома остались брикеты с того года я их сама делала из своего мха с фактным а который у нас в лесу собираю до в нр думать и нос бегать ты на склад и принеси не хочу девчонки просто не хочу сейчас я его замочу он какое-то время полежит в водичке кстати у нас сегодня вроде обещают дожди и очень бы они были нужны потому что у меня закончилась вся вода для полива орхидей и дома и на складе прям катастрофа пускай лежит намокает впитывает в себя водичку маленечко оживает сухой мох тоже оживает смотрите он жирненький видите такой же как мы с вами на днях и пересаживали просто трамбованный прессованный я сама это делаю специально он занимает меньше места для хранения так девчонечки мои красотулечки еще раз прошу прощения за такую съемку что придумала то и сделала так пытаемся вытащить этот листочек оба он и вылез чего и требовалось доказать конечно хотелось бы и удалить вот эту и хотелось бы ее оставить так наверное мы сейчас с вами их разъединим что нам для этого надо сейчас продолжим так а для этого нам с вами понадобится маникюрные ножнички они очень тоненькие и я думаю что у нас получится здесь безболезненно провести эту операцию и так сейчас так чуть-чуть делаем надрез покрутить здесь не получается я знаю что вы наверное сейчас многие пишите круто не и она отойдет нет здесь сразу не получится крутить потому что корешочек вот чуть-чуть надрезали и все получилось оба снять видите и таким же образом можно снимать когда еще орхидейка на цветоносе находится также можно это все снимать сейчас вот этот что такое где фокус сейчас вот этот вот срез мы чуть-чуть смажем максимом прям буквально капельку берем кисточку и прям совсем чуть-чуточку сам срезик срезик точнее мажем максим чикам пускай подсыхает и что у нас тут интересно да что же будет с этой мне кажется уже ничего не будет но как ни странно цветонос остаток цветоноса не загнил и ничего с ним плохого не произошло поэтому может вот так отрежем тоже помажем максимом тоже пусть подсыхает и попробуем посадим а кто его знает попытка не пытка ничего теперь я буду пытаться посадить одной рукой чтобы было вам понятно видите вот здесь надрезы это баночка стояла сверху вот так то есть когда она была в губке вот эта баночка стояла сверху и у нее были дырочки за шум и простите окно открыто дышать нечем ужасная жара поэтому теперь вот эту конструкцию с дырочкой я как раз использую на нижнюю часть кстати вот выжила мох он разбух вот сколько получилось этого литра хватит на 2 хороших орхидеи там литр получается вот в этом брикетики так теперь вот так чуть-чуть как бы делаем лунку и эту козельку красотульку пытаемся посадить в эту лунку и слегонца прикрываем вот эти корешочки мхом получается как будто мы ее просто на мох поставили эти два единственных малюсеньких корешка не забывайте пить самостоятельно еще не умеют поэтому мох должен быть слегка влажным не мокрым а влажным и на данный момент вот так получилось утоплено видите и получилось мини тепличка давайте наверное еще чуть-чуть подложим вот так мха с краешку и вот под этот листик большой тоже надо постараться положить мох чтобы ощущал листик влагу и не терял тургор хотя бы первое время пока сейчас эти корешочки тронутся в рост все этого вполне достаточно даже думаю что сверху все-таки тепличку сделать хотя сейчас стоит такая жара что не думаю что это надо но вот эту красавицу с этим или пусечным корешочком мы засунем обратно и оставим здесь посмотрим что будет дальше если эта орхидейка будет терять тургор значит сделаю есть сверху тепличку даже можно в виде вот такой крышечки мартюша пришел это из-под сметаны под рукой стояла и можно вот так вот чуть-чуть при открытую оставлять и будет тепличка пока оставлю так покажу как они дальше себя будут чувствовать эти две красотки всем спасибо всем пока надолго не прощаюсь не теряйте обязательно еще вернусь